На фоне последних событий в Кыргызстане вокруг скандального месторождения Казалон-Пюль депутаты решили заслушать информацию правительства о мерах по обеспечению радиационной безопасности населения. Первый вице-премьер-министр Куадбек Буронов сообщил, что лицензия компании Юразия на геологоразведку уранового месторождения в Иссык-Кульской области действительно до 31 декабря следующего года, но ее пока приостановили. При этом Буронов признал, что единых сведений о том, что компания проводила среди населения общественные слушания по проекту, нет. Люди говорят по-разному. После получения лицензии недропользователь обязательно должен проводить встречи с населением. Компания по своему плану провела встречи, но некоторые говорят, что не слышали об этом, а некоторые жители участвовали во всех встречах. Компания проводила разъяснительную работу с населением, но не все были согласны. Вы знаете, в результате этого происходят такие явления. Мы думаем, результаты встреч с населением не были хорошими. То есть сейчас правительство подтверждает тот факт, что с населением особого-то разговора и согласия при выдаче лицензии как такового не было. Буронов добавил, что на данный момент создана комиссия, которая выявляет реальную угрозу месторождения на жителей данной местности, а также экологии в целом. Однако итоги будут объявлены примерно через год. Однако депутатов интересовал один вопрос. Какова позиция правительства в этом вопросе, так как до сегодняшнего дня оно еще не проявило свою точку зрения. Напомним, что некоторые депутаты инициируют законопроект о введении моратория на добычу урана в стране на 50 лет, а часть депутатов и вовсе инициируют законопроект о запрете на добычу урана в Кыргызстане в целом. Я считаю, что правительство должно сначала выслушать мнение народа, посоветоваться и услышать мнение специалистов в этой сфере, и только потом делать заявление. Вообще, я лично сам считаю, что вообще запрещать разработку урана нельзя, потому как у нас есть залежи в горных районах рядом с хвостохранилищами. Но здесь тоже надо разговаривать со специалистами о том, нужно ли вообще запретить или все-таки объявить мораторий на какое-то время по запрету. Я вот говорю о том, что на полный запрет по разработке урана нужно положить в месторождении Кызыломпол из Сокольской области, а вот в других месторождениях все-таки посмотреть, проанализировать и дать на некоторые территории согласие, потому как если сейчас полный запрет, то, возможно, в будущем сами же себе навредим. На сегодня на объекты урана выдано всего 18 лицензий, из них 9 на разведку. 9 лицензий выдано на объекты, где уран идет как сопутствующий, вместе с другими металлами, но полностью работы там не ведутся. Как сопутствующий уран идет еще по 9 лицензиям. Всего 18 лицензий есть. Как сказал Кубат Аилчевич, на разработку лицензий не выданы. Информация по выданным 9 лицензиям на разведку урана есть. Они сдают отчеты. Полностью работы не ведутся. В свою очередь депутат Ченвай Турцумбеков посчитал, что все говорят о том, что данная компания проводила лишь геологоразведку. Однако он уверен в том, что компания намеревалась и проводить разработку урана в дальнейшем. Какой дурак будет проводить геологоразведку, будучи неуверенным в том, что при обнаружении урана именно их компания будет ее разрабатывать? Зачем вы вводите в заблуждение народ? Да, вы говорите правильно, но перед тем, как разрабатывать уран, мы в первую очередь должны спросить у народа. Если они будут не согласны, то и лицензия выдаваться не будет. Кроме этого, депутаты говорили о том, что необходимо привлечь к ответственности тех лиц, которые были причастны к выдаче лицензии, а также посчитали, что из-за раскаленной ситуации президент также должен выйти в эфир телеканалов и высказать свою конкретную позицию. И только тогда все бесконечные митинги возможны завершаться. Отметим, что по итогам слушаний члены парламента приняли постановление по урановым месторождениям и направили на рассмотрение в правительство, по итогам которого Кабмин даст окончательное решение по запрету разработки или введения моратория на несколько лет.